Домашняя обстановка Всем привет! Если кто-то еще хочет взять напитки, берите. У нас все свободно, домашняя обстановка. Сейчас я подойду к девочкам. Кстати, девочки, когда будете брать микрофон, их нужно включать. У нас сегодня, во-первых, благодарность вам, что вы пришли. Для нас это волнительное событие. Если будет плохо слышно, мы гните нам, и мы отрегулируем микрофон относительно своего рта. Ну, на самом деле, очень стрекно, когда оратор очень увлеченно о чем-то рассказывает, но его не слышно, обидно бывает. Сегодня у нас такая встреча, которую мы бы с удовольствием провели на кухне или в чайном клубе, встретившись все вместе. И те вопросы, которые я буду задавать, они очень типичны. И обычно все чайные люди задают их друг другу. И, на самом деле, они не такие уж супер женские. И не будет тут никакого феминизма, я надеюсь. И не будет никакого, ну, чего-то такого женского, чего не было бы у мужчин. То есть это, на самом деле, будет разговор про всех, но немножко в таком женском варианте. Ну, потому что мне захотелось пообщаться с девочками. И я подумала, я могу себе это позволить. И мне разрешили. Меня зовут Полина Сагара. Я, собственно, буду посмотреть, кто я. Я ныне сертифицированный студентом Мастерскапа. Основатель проекта Sagara.ru. Занимаюсь спешл-чаем, чайным образованием, без ногизма. Я популяризирую чай в Инстаграм. И, в общем-то, я рада общаться с чайными людьми абсолютно разными. И так как у меня очень большой, действительно, аккаунт в Инстаграм, большая аудитория, много людей мне пишут, задают вопросы по образованию и просто. И я знаю, что есть очень много мужчин в чае и что есть очень много женщин. Но не все девушки в чайном бизнесе даже знают друг о друге. Вот. И сегодня мы немножко раскроем эту тему. Итак. Здравствуйте, девушки. У нас, значит, смотрите вообще, как происходят с чаем дела. Обычно все, кто приходят в чай, занимаются как хобби, или начинают пить чай, или потом начинают работать с ним, обычно все приходят в чай с большой любви. Правда? Я не встречала людей, которые бы не пили чай никогда, а потом сказали, а, я знаю, есть чайная индустрия и в ней можно сделать классные бабки. Пойду-ка я и заработаю там себе пару миллионов и уеду на Гавайи. Ну, это, к сожалению, безбыточная мечта. Если вы только не продаете молочную лун тоннами за дорого, а покупаете его за дешево. В общем, это неосуществимо. И, как правило, в чай все приходят по большой любви. И мужчины, и женщины. А потом кто-то из этих людей переходит в чай, в работу, как в бизнес, начинают заниматься этим. И ситуация такова, что это очень аппетитно, когда ты любишь чай, ты настолько не увлечен, ты думаешь, это так круто. Если я смогу этим еще зарабатывать деньги, то, ну, просто моя мечта осуществится. Потому что, наверняка, вы все видели такие мелочки в Инстаграме. Найди себе дело по душе и тебе не придется работать на дня в своей жизни. Мы все любим халяву, и это так аппетитно, что, ну, просто ты думаешь, я и так работаю в чайном клубе. Вот я, например, начинала работу в чайном клубе в Питере 15 лет назад. Это было хобби. Это было настолько увлекательно. Новый чайный мир, люди, вот эти вот общения, особенная чайная посуда. И мы зарабатывали в такие копейки непросто. Уже там была вообще такая духовная накачка такая. И очень мало денег. И, конечно, в основном на это соглашались женщины. Девушки. И мужчин практически не было. Вот. И даже за ту небольшую зарплату, которую мы получали, нам было стыдно. Потому что нам говорили, ну, чай – это ваш учитель. Он настолько дает вам много духовности, личностного роста. Вы пьете вкусный чай, в конце концов. Никто в России не пьет такой вкусный чай, как и вы. И нам было даже стыдно свою зарплату брать. Но вот эта мысль о том, что если бы на этом крутом хобби можно было еще и заработать, ну, хотя бы так, чтобы штаны подержать и хлеб с маслом был, это было бы вот так. Это была бы жизнь мечты. Вот. И чай – это, ну, пожалуй, самое крутое хобби. Я влюблена в чай по-прежнему. И я считаю, что чай пить – это атмосфера. Люди очень доброжелательны в чайной индустрии. И даже когда происходит соревнование Team Master's Cup, даже когда происходит мировой финал, я участвовала в нем. И я видела, как люди из разных стран боролись за мировое первенство. Несмотря на это, все помогали друг другу. И это было уникально. Нет никакой грызни. Есть поддержка, помощь во время выступлений. Так, вся. И это очень ценно. И это как большая семья. И ты хочешь к этому прикоснуться, ты хочешь в этом работать. Но возникают некоторые сложности. И сегодня мы поговорим вообще о разных сценариях, как можно прийти в чай. Я представлю наших участниц. И мы поговорим с каждой. Вы можете задавать свои вопросы, походу, если они у вас возникнут. И каждый из нас имеет свой сценарий входа в эту чайную индустрию именно в бизнесе. И сегодня давайте я представлю всех. Буду читать по бумажке, чтобы, не дай бог, никого не перепутать. Сегодня у нас, значит, есть Наталья Попова. Основательница проекта «Купометр чая». Сейчас я сделаю фоточку, которая еще есть, чтобы вы могли. Эта фотография говорит о том, что в чае в основном мужчины. Они прекрасно, мы их любим. Но мало кто знает про женщин в чаю. Вот. Вот эта фоточка. Это аккаунт в Инстаграм. Если вам будет интересно, вы можете их записать. Потому что каждый из нас популяризирует чай и дает интересную информацию, свой взгляд. Наташа Попова – основатель проекта «Купометр чая». И наши пути схожи. Стартовые, во всяком случае. Мы сейчас об этом поговорим. Наташа – магазин в Москве. Наташа Ломаева. Аплодисменты. Между прочим, мы расскажем подробнее. Пока просто секрет будет. Просто я скажу, что Наташа из Екатеринбурга – основатель и руководитель школы-студий чайного искусства «Тишина внутри». Еще у нас есть Тамара. Тамара Бучкова. Самая женственная из нас всех сегодня. Самая красивая и самая стеснительная. Ну, если что, ты будешь просто красивой. Ну, на самом деле, очень много каждого вопросов к Тамаре есть, потому что у нее очень интересная история. И Челябинск – магазин «Плантация». еще у нас есть Анна Мстиславская. Компане выпить чай – Москва и Синопетербург. Итак, не волнуйтесь? Чайку поднём? Я тоже волнуюсь. Пару слов о том, что если вы смотрите какой-то чайный образовательный контент в YouTube, это в основном мужчины. Они прекрасны, здорово, спасибо, что они делают свой продукт. Но если вы постараетесь вспомнить какую-нибудь женщину из чайной индустрии, наверное, вы не вспомните никого, если только вы не подписаны на мой аккаунт. Но дальше, если вы попробуете раскручивать и спросите себя, а есть кто? Владелец фирм, производств? Насколько много вы сможете вспомнить женщин? Кто-то знает ещё кого-нибудь? Поднимите руки. Как частности, кто встречает женщин в чайной индустрии? Бывает, да? Одна рука, вторая, ты работаешь с Наташей. Нет, я только другую говорю. А, другая есть одна женщина. Да. В общем, я знаю, что они есть и в больших компаниях, и директора, и, в общем, много человек. Но мы их не видим. Мы их, как правило, не видим. Но всегда есть женщины в магазинах чайных, они продают. Чайные делают церемонии, и их много, да? И когда я начинала заниматься чаем, я думала, что, может быть, вообще нет женщин, и я какая-то ненормальная, что ли, зовут индустрию, и вообще что-то всё не так. Так, ну-ка, давайте сейчас мои фоточки должны быть. О, вот всё написано, и я в Питере. Да, у меня место женщин в Санкт-Петербурге. Дальше. Очень классные фотки, очень старые. И это чайный клуб, в котором я работала. И это вы видите церемонии на полу. Второй кадр, где у меня очень короткие волосы. После того, как я была лысая, это я ловил какао, это какао церемония. И там было очень много мифологизации, духовной такой сферы, и очень много бизнеса. Вот. Но я была наёмным сотрудником, в конце концов, покинула это заведение, родила ребёнка, была в декрете, и затем вышла уже в оптовую компанию. Затем, в общем, всё это забросила и открыла свой проект. В 2016 года я живу в Китае, закупаю чай, продаю, провожу образовательные проекты сама. И вот эти фотки из Китая, всё классно, здорово. Так. Да, ещё был чемпионат мира во Вьетнаме, где я заняла третье место, и такой опыт у меня тоже есть. И там я увидела женщин из разных стран. Во-первых, главная судья на сегодняшний день мастерскап – это Шелин Джонстон. Она австралийка. И она очень крута. И я увидела главную женщину по чайу в Вьетнаме. Увидела двух итальянок, просто бомбических. И вот эта тема у меня, она ответила, что ну, я на самом деле нормальная. Есть женщины, всё хорошо, но в России я их встречала мало на самом деле. Вот. И мы поговорим с Натальей. Собственно. У Наташи, как и у меня, схожее начало. И микрофон. Хорошо, я кнопку нажму. И этот сценарий, который мы сейчас изучим, он самый простой, самый обычный, самый частый вариант вхождения в чайный бизнес – это открытие своего интернет-магазина. Меньше всего мощностей нужно, чтобы это сделать, да, минимальное положение. Но, как бы, но у нас есть прекрасные ожидания. Как это будет круто, наше хобби станет нашим прибыльным занятием. И что же происходит в реальности, когда мы начинаем это делать? Вот об этом у меня вопрос к Наташе. Скажи. Привет. Здравствуйте. На самом деле, немного перед тем, как у меня появился свой интернет-магазин, у меня была такая долгая и мучительная история с лавкой в центре Москвы. Я работала довольно долго, я работала в «Газпроме». И мне на каком-то этапе очень сильно я устала от корпоративной, такой административщины, бюрократии. И мечтала, божечки, когда-нибудь у меня будет свой бизнес. Я не думала никогда ни про чай, ничего. Просто у меня когда-нибудь будет свой бизнес прекрасный. Вот. И однажды мне позвонил мой приятель институтский. Давным-давно мы с ним не общались, за лет десять. Он говорит, Натали, а не хочешь ли открыть со мной чайную лавку в Москве? Я такая, чайную лавку в Москве? А давай ешь туда. Никто! Абсолютно никто! Адали! Да! Конечно! Сколько денег нести? То есть я ничего не знала ни про чай, ни про бизнес, ни про ритейл. Абсолютно. Я была такая уверенная в себе. Бизнес-вумен. И же работала в Москве. Вообще! Абсолютно! Я думала, все, сейчас мы всех под чистую подарят. Вот. И у нас был… С чего мы начинали? У нас был стандартный интернет-магазин адский. Огромное, безумное какое-то количество позиций. Я не знаю, тут, наверное, шестьсот. Всякие компоты. Просто огромное количество продукта. И большая часть ароматизированных чаев была. И у нас был шоу-рум. То есть люди просили, давайте, мы хотим понюхать, попробовать и все такое прочее. Мы решили выделиться. То есть, чтобы у нас не было такого, как у всех, чайной церемонии китайской. Мы решили, а давай у нас будет самовар, у нас будет приказчик и у нас будет баранки. И вот эта вот вся история. Купеческая лавка. Мы, значит, купили люстру, поклеили шелковые обои под стакаником, закупили. Ну, в общем, все как надо, да? Барахолка была, три месяца была моим любимым местом, куда мы ездили за всякими ништяками, мультажными. Вот. Открылись и мы открылись в 2015 году на Лубянке как шоу-рум. То есть у нас была такая корпоративное конторское здание. И у нас была комната на четвертом этаже. На четвертом, понимаете? И где был мой мозг вообще? Я не знаю, кто мог прийти на четвертый этаж. Вот. Но откуда-то почему-то стали приходить люди. Вот я не знаю. Это для меня тайна, покрытая мраком. То есть мы подключили Инстаграм, сделали одну единственную рекламу в каком-то тогда еще паблике в Инстаграме были. Знаете, куда сходить в Москве? Вот. И она сработала, и у нас заработал сарафан. То есть мы за два или за три месяца, мы не только окупились, у нас появились денежки, мы наняли прикладчика Даши. То есть у нас настоящего прикладчика. Да, настоящего прикладчика, который стал потом моим партнером по бизнесу. Вот. И все так было здорово, а через какое-то время нас оттуда попросили. Подожди, когда заоткрыли эту лавку, ты ушла из Газпрома? Нет. У меня была какая проблема? Я говорю, почему все это? То есть я еду с работы шесть часов. Я понимаю, что сейчас будут приходить люди там, потому что конторское здание, и есть, знаете, там учебный школьный, с офисов народ идет из дома. Потом кто-то на учебу приходит, какие-то школы английская, там испанская была и так далее. Вот. И я понимала, что нужна будет помощь. Я ехала в метро, читала, значит, матчасть. Что там у нас? Что мы там продаем? Какой чай? А, молочный бунт? А из чего же он сделан? Ага. Вот. То есть я читала матчасть, приезжала, и вот про что я только что прочитала, то я истюхивала. Потому что личные продажи у меня хорошо очень всегда получались, и проблем у меня никогда с этим не было. Вот. И, то есть мы очень быстро как-то окупились, и такие, о, классно, да, на расслабоне даже какие-то заказы интернет, заказы пошли приличные. И вот на каком-то этапе нас оттуда попросили. То есть там из-за аренды какое-то здание принадлежало ФСБ, и мы за два дня просто собрали все наши подстаканники, весь наш чай. Вот. Два дня в люстру, увезли всю нашу лавку на склад, потому что за два дня мы не смогли найти никакого места, ну куда бы это воткнуть. Вот. И потом был долго и мучительный поиск нового места, мы открылись к новому сезону, но место так не выстрелило, и мы долго и мучительно его точно так же вот тянули, тянули, тянули. Я пыталась его продвигать, и я тогда была, была беременна, и ушла в декрет. Я такая, о, у меня появилось много времени, сейчас как я раскручу эту дыру, и будет все отлично. Вот. Сейчас секундочку. Да. Я могу просто перебирать меня, пожалуйста, я могу про это рассказывать бесконечно. Это очень мне знакомая женщине ситуация, быть беременной иногда. И часто бывает такой сценарий, как в женском случае, да, когда ты либо вдруг оказалась в декрете, либо вдруг у тебя очень богатый муж, он тебя обеспечивает и говорит тебе, ну открой какой-нибудь себе бизнес. Или ты такой, о, у меня есть время на то, чтобы заняться своим хобби, его типа монетизировать. И часто девочки как раз делают выбор в сторону, там, флористика, потом, значит, эти перевочки какие-то, как это называется, бижутерия. И удивительно, что чай тоже есть в этом выборе, он почему-то тоже там появляется вроде бы, ну, для меня теперь как человек уже специалист, это довольно странно, так взять его так оба. Но на самом деле, да, это частый вариант, когда открывается магазин вот так. И сложности, как это происходит, вот вопрос, то есть у тебя не было никаких ожиданий относительно чая, кроме того, что вы там заработаете супер много денег? У меня была, да, мне на самом деле хоть что вы предложили, на тот момент у меня было такое состояние выгорания на работе, по-видимому, и вот как-то так получилось, что и можно и понаряжаться, красивые платьишки надеть, да, красиво заварить чай, тут со вкусностями попить, вот, то есть какая-то такая душевная история, меня вот она очень сильно привлекла. И почему-то мне показалось, что будет несложно, я не знаю почему, но это была ошибка моя. Да, ну, что происходит потом? Хорошо, первое время есть вот этот флёк, всё круто, да, душевно, и пока на этом чувстве офигенности просто чая и процесса, ты можешь сколько-то ехать. Когда оно заканчивается, что происходит? Ты узнаёшь, что там внутри есть своя атмосфера, помимо вот этого красивого глянца и заваривания чая, что произошло? У нас возникли проблемы с моим тогдашним партнёром, он отошёл от бизнеса и, то есть, вся вот эта история свалилась на меня и на приказчика нашего тогдашнего. У нас были проблемы с курьерами, у нас были проблемы с сайтом, который постоянно висел, у нас были проблемы с поставщиками, которые начали менять своих поставщиков на нас прямо и очень сильно нас подводить, пересортиться и тому подобное. Смотри, какой кадр включил, а следующий. В этот момент это уже, наверное, нормально. Да, и, то есть, у меня были проблемы с курьерами, и, чтобы не подводить клиентов, я брала человека под мышку, забирала, бежала в лавку, забирала заказы, и мы ехали, там, в общем, метро для колясок с мамочками, это прямо кище. Вот, смотрите, в правой фотографии видно или нет, это коляски, сверху большая коробка, хорошо, что взила чай на коляске. Пакетики, да, но на самом деле у нас, у меня с тех пор осталось огромное количество лояльных клиентов, да, когда приезжает хозяйка, привозит заказ вовремя, да, и тут у неё вопящий ребёнок, ну или спящий ребёнок, всё-таки, ооо, как мило, какой там чай, вкусный, невкусный, приехала же, да, молодец. Вот такая вот история, вот, и, но дома у тебя тоже, похоже, была целая чайная лавка, потому что, ну, насколько я понимаю, потом вы открыли только интернет. Да, мы закрылись, мы, то есть на каком-то этапе я поняла, всё, я одна это не выгребу, и было реально сложно, муж сказал, слушай, всё, собрали и увезли на склад всю нашу вот эту вот историю. И мы где-то целое лето ничего не делали, по своим углам разошлись, а осенью, ближе к праздникам, стали появляться мои старые клиенты, наши старые клиенты. Натали, а где чай? А нам надо корпоративные подарки, а туда-сюда. Мы с Федей договорились, ну, решили, что, а давай мы соберёмся, отработаем новогодние праздники, что, деньги лишние, что ли? Ты вот в декрете выглядели. И вот фотография вторая большая иллюстрирует, как это происходит дома. Если вы думаете, что иметь склад дома – это здорово, то да, это имеет свои плюсы. Вы всегда можете попить чай, но и есть некоторые минусы. Чай слишком много, он занимает место, и если у вас есть ребёнок, то он активно участвует в этом всём, но, к сожалению, пока не сечёт, что именно нужно делать. И вот, например, Наташа ещё очень здорово фотографирует свою продукцию и молитв Николае, в этом помогает. Какие фотографии вы не увидите в сети, я думаю, это Наташа не укладывала. Вот только для вас сегодня мы это показали. Он когда начал ползать, а я, ну, то есть у меня вся моя лавка, да, переехала домой практически. У меня есть чай дома. И вот это вот фотографии, чтобы выложить в Инстаграм, нужно сфотографировать, показать клиенту. И, значит, разложишься, свет поставишь, там, ну, как подлезешь, и тут ползёт, значит, чудовище маленькое. И вечно, постоянно у меня в кадре. И, да, если вы думаете, что, ну, это достаточно просто, даже если у вас нет ребёнка, вы имеете дома чай, посуду вы перепродаёте, да, покупаете у оптовиков в России, то есть, ну, самый простой вариант – это покупка у оптовиков в России и продажа здесь же в России, да. Ну, документальная заморочка минимальная, оформление ИП – это достаточно просто. Но само то, что ты должен, там, сфотографировать для Инстаграма, выложить, описать, ответить, развести туда-сюда, на самом деле, это очень много, это огромная работа. И вот я занимаюсь ею, да, ну, плюс езжу в Китай. Я могу сказать, что это, ну, целый день с утра до ночи. И если у тебя ещё маленький ребёнок, то я не представляю, то это вот то, что он показывает, в чистом виде, конечно, происходит. Вот, и я к тому, что это не так безоблачно, как может казаться. Короче, с этой точки зрения бижутерия – это проще. Разве не факт? Ну, и жалко, ладно, я не работала с бижутерией, я предполагаю. Ну, вот, например, процесс фотографирования, и Николай участвует во всей красе. Да. Ожидание реальности. Тут уже понятно, да, Нина? Ну, ожидание – это, знаете, красивые фотографии в Инстаграм, там, вот это вот всё, да, вот реальность, вот оно такая. Красиво разложишь вот эту вот бумажную, как мы её называем, волосню, ленточки, вот это вот всё, да, за фотоаппаратом, оп, всё, композиции нет, да. Художник вмешался, он так видит. И у нас ещё есть кадр с Наташей. Это вот Николай, наш Ни, он стал чайным мастером, скоро увидится в этот мастерскав. Да, это еще два года, да. Классно, конечно. И у меня такой к тебе вопрос. В итоге ты не вышла в «Газпром», не вернулась, ни в какую офисную работу ты не вернулась. Сейчас ты занимаешься только чаем? Нет, у меня есть… А, в университет. Да, у меня, я преподаю в институте, и у меня, ну, у меня есть еще тоже работа такая фриланс, я пишу там всякие стандарты, ну, вот это вот всё. Подожди, скажи, пожалуйста, в университете специальности преподаешься что? Я преподаю экологический мониторинг, экологическое управление. Ну, так, на минуточку, чтобы вы знали, да, что не танцы. Вот. Танцы тоже. Получается, что это другая ситуация, какая может возникнуть, это другой момент, когда человек занимается одной работой и думает, заняться чаем как хобби, параллельно, круто, здорово. Но при этом у тебя уже становится отношение к этому как к работе, как к бизнесу, ты уже этим занимаешься серьезно. Но есть люди, которые занимаются действительно важной работой, как они говорят, да, то есть они работают в более социальной, одобряемой сфере, да. Как они относятся к твоей вот этой чайной деятельности, что для них это? Слушай, ну, все по-разному на самом деле, то есть в институте, например, да, все заказывают у меня подарки к Новому году, и меня это радует. А, допустим, в ассоциации, в которой я работаю, там, ну, так, сквозь пальцы, ну, хихоньки-хахоньки, да, то есть вот, как-то так. Просто бывает сценарий более драматичный, когда ты занимаешься любимым чаем и делаешь это, но, как бы, у людей, которые занимаются действительно важным делом, ты не встречаешь поддержки, и это не рассматривается зачастую как какое-то, ну, как работа. Это, там, пьешь чай и кайфуешь, или, там, занимаешься ерундой, ну, в общем, какая-то трата времени, блажь, а ты еще страдаешь, как-то, типа, много работаешь. Вот, есть ли среди вас те, кто имеют постоянную работу какую-то официальную, основную, да, или занимаются чаем, и вот, что-то такое параллельно? Я знаю, что есть Андрей, да, точно. Федор тоже, Ксения. Мне тоже родители, на мой год сказали все, что чайный магазин, что-то. Да, пусть опять Лен, да? Ну, да. Так, давайте, вот, Андрей, я тоже спросил, ты тоже работаешь на серьезном предприятии, я знаю, и вот это вот чайное хобби, которое теперь стало твоим вторым занятием, как люди к этому относятся? Для меня, для меня это постоянная борьба здравого смысла и хобби, потому что я, например, сегодня смотрю в зеркало, такой, все, я все брошу, никакой атомной энергетики, я буду заниматься чаем. Да, атомная энергетика и чай, классное сочетание. А потом такой думаешь, ну и к чему я приду, если я сейчас все брошу и буду заниматься чаем? И поэтому пытаюсь все это совмещать. Кто-то понимает, кто-то не очень, но в целом люди смотрят так, что это не очень серьезно. Да, да, это не очень серьезно. Ну, мягкое такое отношение, это не очень серьезно. Хорошо. Возвращение чаем, после того, как всегда работаешь, когда подаешь, что-то упором. Да, да, то есть вот Андрей работает в атомной энергетике, официально трудостроен, платим, налоги. Да, а чаем он занимается как бы в инстаграме, там что-то, ну вот начинает эту чайную деятельность продавать и все такое. Да, да, да. 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 И в таком случае ты вообще, ну, не имеешь никакого веса и твое положение, типа, ты вроде бы, ну, блажен занимаешься какой-то. И если вы надумаете заниматься чаем, то к этому тоже нужно быть готовым, потому что это, ну, нам всем нужна поддержка, чтобы есть силы и будьте готовы, что бывает вот такая реакция и она довольно частая. Так, Наталья, мы попробуем перейти к следующей части. Ну, да, я могу бесконечно иначе рассказывать, что ли. Да, это был первый сценарий, интернет-магазин, как это может быть. А второй сценарий у нас немножко другой. Наташа Ломаева стала чемпионкой мира, заняла первое место в категории мастерство, приготовление чая в самом первом мировом чемпионате Team Masters Cup. Бурные аплодисменты! Да, это было круто, Наташа, у меня сейчас фотография. Так, это Наташа, как это было? Это был 2016 год, Наташа просто, видео, кстати, есть на ютубе, это очень красиво. И когда я готовилась к чемпионату, я как раз смотрела Наташу, как она это сделала. Просто бомбически. Серьезно. Да, и насколько я знаю, это был Дахун Пао и Иван Чай вместе. Сейчас такого делать нельзя, но тогда еще было можно. И это было круто. Наташа, расскажи, пожалуйста, как ты занималась чаем, естественно, до этого, прежде чем победить на чемпионат, что это было? И вот меня интересует момент, как ты перешла к своему бизнесу после получения, ну, вот этого самого громкого, собственно, звания чайного мастера мира номер один. Всех приветствую. Спасибо, Полиночка, что нас собралась здесь. Вот, редко можно, я думаю, собраться еще в такой компанию и пообщаться. Тебя на очередь, благодарю. Что касается ответа на вопрос. Да, действительно, чаем я занималась до того, как поехать на чемпионат. Я прошла такую, ну, основательную, как мне кажется, чайную школу. До этого, ну, параллельно, пока я училась, я занималась недвижкой, тягалась с мужиками, и у меня классно все получалось. А потом в какой-то момент я поняла, что, да, боже мой, да, нафиг, мне все это надо, действительно. Потому что я устала, и это ни к чему хорошему не приводит, просто реально начинаешь болеть. Вот, и тогда я начала, собственно, и природу этого всего испияливать. Когда ты делаешь свое дело, получается по-одному, когда ты делаешь не свое дело, получается, ну, плохо. И плохо для всех. Вот, и на самом деле в процессе чайной школы я начала работать в чайной сфере, оставив недвижку. И поехал, в общем-то, меня пнули, честно. Мой чайный учитель пнул меня поехать на чемпионат. И я долго сопротивлялась. Ну, в общем-то, как-то сначала был отборочный, по Урал я победила. У меня это как-то, ого, я могу, оказывается, классно. Потом была здесь Россия, и потом было, о, я еще могу. Ну, ладно, посмотрим, что дальше будет. И потом уже был мировой чемпионат. Я готовилась, для меня это было, что-то таким важным вызовало для меня. Получилось. Вот, молодец. Что после этого, собственно, да, безусловно, это был такой хороший пендель от мира, вот эта победа, что будете уже с наемной и ночальной работой и сделать что-то свое. Ну, это было, знаете, на тот момент так, на уровне мыслей, а может быть, а может быть, я тоже смогу. И уже после чемпионата мирового, я приехала сюда на отборочный, и как-то мы так с Денисом Шумаковым общались после чемпионата. И он меня спросил, Наташа, вот ты победила на мировом чемпионате, что-то у тебя в жизни поменялось после этого? Что? Ну, вот ты победил, и что? И меня, знаете, на тот момент это так вот просто кирпичом по голове, вот этот вопрос так долго, ну, я думаю, ну, как так-то вообще, почему? Да, что? А что в моей жизни реально поменялось после этого? Да ничего не поменялось. И это был второй вызов такой для меня самого, чтобы реально что-то поменялось, потому что, ну, мне кажется, что мир нам дает важные знаки, и если ты их не слышишь, то ты болва. Вот, и мне на тот момент очень хотелось быть именно этим болвагом и попытаться все-таки как-то реализовать те возможности, которые мне дал мир. И я, на самом деле, вот, как девочка, села такая и думала, так, что у меня есть, что я могу вообще, надо понять. Я не поняла, что я вообще могу, на самом деле, кроме того, вот, что я уже поняла, что я могу как-то повредить чай, да, вот, что я могу придумывать одежду, плахер, расставлять это все красиво, продумывать четенько-четенько, подбирать какую-то музыку, ну, в общем, организовать. Да, заплатишь шины по твоему заказу, да, это мой дизайн. Да, это мой дизайн занависти. И, как бы, я поняла, что я это могу. У меня есть чайная подруга Даша Михеева, и мы с ней таким зимним вечерком за чаем, за утесным луном, и говорю, Даша, давай откроем что-нибудь, да, потому что, ну, как-то надо что-то делать. Вот, в голове вот эта белка скачет, что я не могу отпустить вот это вот, то, что мне пришло, и мы такие, как бы, девочки, ну, давай, конечно, мы ничего не знали вообще, что такое бизнес, как с этим быть. И две девочки, мне на тот момент, мой любимый, говорил так, две девочки в одном помещении что-то будет. Это, как бы, вот, я говорю так, ну, ну, все нормально будет. На самом деле, в какой-то степени он был прав. Все закрутилось, это все было по фану, и очень классно, и очень много позитивного, когда вот это все, знаете, действительно создается, собирается, и когда ты впереди думаешь, что, вау, сейчас будет круто, сейчас счастье как свалится на тебя, на голову, и, ну, и живем, да? То есть вы открывали именно уже оффлайн пространство? Да, да. Мы открывали оффлайн пространство, это была школа чайного искусства, потому что, ну, в общем-то, это было ближе всего на тот момент, потому что Даша занималась преподаванием в чаизм про, у меня довольно такая база была нормальная, чтобы читать подготовительные курсы по чайному искусству, и этого вполне-вполне было достаточно, чтобы человек, ну, начал разбираться как-то в чайе, чтобы его это зацепило и погрузиться дальше. Поэтому мы решили, что это будет школа именно чайного искусства, потому что, ну, нам это ближе всего, и у нас есть какие-то навыки этого дела. А Даша Михеева, она в том же году стала тоже мировой чемпионкой от России по категории... Мопы? Да, чайная композиция, чай и закуска. То есть мы в тот год привезли три золота вообще, по-моему, да, еще этот тестинг тоже был наш. Вот, и мы такие с ней две чайные чемпионки пошли в это все дело. А дело происходило в Екатеринбурге, на самом деле, да? То есть надо еще представлять условия, где это происходит, какой это год, и что на тот момент происходит с чаем вообще. На тот момент у вас были конкуренты? Как это было в Екатеринбурге вообще? Был спрос на чайное образование? Вы проводили еще просто чаепитие? Было ли кафе? Вот эти моменты. Ну, на самом деле, чайное образование, на тот момент чайное образование в Екатеринбурге занимался топ-чаизм-про. Вот, собственно, выход сами от куда нас дальше являемся, и поэтому мы как-то, в общем-то, решили, но там же были люди, как-то отдавалось, в общем-то, все это держать. Поэтому и у нас получится. Но, скажу честно, мы особо не задумывались как-то над этим даже. А будут ли люди? Пойдет ли кто-то учиться? И вот почему люди идут учиться, на самом деле, к мужчинам, а не к женщинам? Нас это вообще-то не волновало, но надо было сделать. Бизнес-план был? Нет. Да. Отлично. Ну, то есть, не было цели заработать все деньги мира. Была цель какая-то реализовываться в этом, на хлеб с маслом зарабатывать, и хорошо? Да, все верно. Конечно, все деньги мира никто не хотел зарабатывать. Нужно было, чтобы холодало. Так, и как это было, когда вы начали это делать, когда вы уже открылись, когда что, люди пошли, не пошли, вот реальность, когда оно случилось, насколько это было близко или далеко с той картинкой, которую вы представляли себе, открывая это? Люди были, людей было не очень много, но в целом, вообще-то, как-то, чтобы нам существовать, чтобы развиваться дальше, да, действительно, люди приходили. В основном это, конечно же, были знакомые знакомых, ну, в общем-то, какой-то такой близкий круг, вот. Ну, на тот момент хватало. Сложнее всего было, знаете, на самом деле, что какие-то взгляды свои больше решать в контексте друг с другом. Какое-то свое видение выражать, и чтобы оно было принято, вот. И это, наверное, на тот момент был самый сложный урок, когда ты открываешь что-то, да, это все классно. Потом ты идешь в это дело и понимаешь, что вы просто можете сталкиваться лбом в лбу. И, ну, здесь реально нужны какие-то знания, чтобы уметь вот во всем этом быть, во всем этом вариться, чтобы продолжать уважать друг друга и, в общем-то, оценить и при этом двигаться. И в какой-то момент, когда вот это все длилось, 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 я просто поняла, что у меня сейчас на весах стоит либо дружба, либо мы будем делать дело дальше. И мы просто, в конце концов, все равно все нафиг рухнем. И я просто сказала, что как-то вот, я за дружбу. Для меня это немного важнее, для меня отношения немного ценнее вообще по жизни. Поэтому давай мы лучше останемся друзьями. Но у нас с тобой есть возможность и опции сделать это как-то, развести немножко, но остаться в чае вместе и поддерживать друг друга. То есть как бизнес-партнеры вы разошлись. Даша открыла проект ТИПЭЦ и ТИАДЕЯ. Да, Даша Михеева – это тот человек, чьего имени здесь нет, но должно было бы быть. Ее тоже приглашали, но, к сожалению, не получилось. Это самый крутой, на мой взгляд, проект. Сорян, как и всем. Но, потому что это большая любовь к животным. И проект, который продают чай, посуду и часть вырученных средств идет на благотворительность, на помощь животным. И это действительно так, это не профанация. И для меня это высшая реализация человека, тем более при помощи чая. Это мое личное мнение, но я занимаюсь. А ты осталась с чайной студией? Да, я осталась с чайной студией. Школы чайной студии. И ты продолжаешь давать людям чайное образование? Да, я продолжаю людям давать чайное образование, но, так сказать, к чайному искусству у меня приклеились еще другие важные аспекты, тоже которые я совмещаю. То есть в свое время чай привел меня в тему здоровья. Я работала в ГМК, с китайцами, в традиционной медицине. Это дало в свое время очень много знаний вообще, которые помогают очень со здоровьем. И привело меня в психологию. В такую, на самом деле, глубокую психологию. И на данный момент, помимо того, что есть школа, есть чайное образование, я веду консультации. Но консультации я веду за чайной доской. То есть ко мне приходят люди на консультацию, мы пьем с ними чай. Это, на самом деле, дает очень классный эффект, когда, ну, я думаю, что многие из вас знают, как вообще чайный круг сближает. Как чайный круг раскрывает, когда за чайной доской людей спадают маски. И вот точно так же приходит на консультацию один, да, человек с какими-то проблемами. И буквально, знаете, достаточно просто пить чай. Иногда даже не нужна консультация потом. Человек просто раскрывается, он сам понимает, что, как, чего, куда ему двигаться. Вот. И как-то так оно само собой получилось, что я веду консультации за чайной доской. Я веду какие-то курсы по психологии тоже женские, где мы тоже пьем чай. Это какой-то, знаете, такой важный элемент красоты и эстетики, и пользы для здоровья. И, ну, в общем, копия – это дает что-то такое реально очень-очень классное. Круто. Спасибо большое. Мы еще поговорим про планы в гости. Это классно. То мы убери микрофон. В общем, мы поняли из этого диалога, что, безусловно, само звание там чайных чемпионов мира, да, оно имеет, конечно, вес, оно имеет значение, во-первых, для самого себя, что ты в этом уверен, и это дает тебе это подтверждение. Потому что, в принципе, на самом деле, ни для кого из ваших знакомых, что ты там чемпион России или мира, ничего не будет говорить. И это как бы довольно странно. А для самого себя это такой хороший якорь, и ты понимаешь, что, блин, я могу это, я делаю, и могу делать это, давать людям и получать это деньги. Следующий вариант развития событий расскажет нам Тамара. Представьте себе Челябинск. Вечер? Подожди, день еще. В Челябинске уже вечер. А, в Челябинске уже вечер. Тамара – это представитель семейного бизнеса. Это другой вариант, когда вы семьей открываете бизнес. Это чайный бизнес. Семья – это мама-папа, сестра Елена и Тамара. Подожди, у нас есть слайд, на котором написано «Все приколи». Вот, так, заместитель руководителя чайной компании «Клант Рациям». Тома, скажи, пожалуйста, в каком году вы открыли магазин? Это был первый магазин в Челябинске, да? Когда это было? Началась история чаяного в Челябинске в 2004 году. На тот момент мы были действительно первыми. И на тот момент я была студенткой и совершенно не думала о том, что когда-нибудь я буду заниматься чаем или торговлей, что-то продавать, кого-то учить. Слышите? Просто поближе. Вообще не думала, что я буду заниматься чаем и торговлей, тем более ездить на какие-то чайные чемпионаты. Тогда об этом даже разговоров не было на нашем Урале точно. Началось все с того, что моя старшая сестра съездила в столицу, увидела, что здесь есть интересные чайные магазинчики, где можно купить не такой, как сейчас в Specialty, а землянику со сливками, какие-то там «Тысяча на ночь», «Ночь Клеопатрии». Плающаяся красавица. Плающаяся красавица. Она приехала с горящими глазами и сказала, «Я хочу такое дел. Я хочу, чтобы люди, наши знакомые, наши незнакомые, неважно, я хочу, чтобы люди это попробовали. Давай сделаем это вместе». Я сказала, «Нет, мне это вообще не интересно. Единственное, что мне интересно, это сейчас путешествовать, учиться, тусоваться». Это было действительно интересно. Но точно не какой-то чай. Говорю, кому нужна твоя земляника со сливками, что ли? На что моя сестра не сдалась? Все-таки открыла первый одельчик. Вот эта фотография не первого одельца. Это фотография нашего магазина на сегодняшний день. У нас на сегодняшний день уже более трех тысяч позиций. А тогда Елена хватила на 15 баночек с разными чаями и аренду небольшой площадки в торговом комплексе. И люди, которые проходили мимо, то есть торговый комплекс – это уже как бы текучка людей, люди, которые проходили мимо, говорили, что это у вас спец. И она говорила, что это чай, посмотрите, где здесь понюхайте. Она сама работала продавцом? Да, конечно. Она отдел открыла, она сама работала, она всех завлекала. У нее не было выходных, потому что я тогда как-то посмотрела, сказала, что я тебе помогать в этом не буду. Но в итоге, когда я увидела, что моя сестра через полгода уже просто устала, я говорю, ладно, давай, иди, иди отдохнись, езди куда-нибудь. Я тебя на пару дней отпущу, подменю, посижу, я в твоем отделе, что я чай не покоролу, что ли? И тут я обнаружила интересную штуку. Обнаружила я обратную связь раньше, чем продала что-то вообще в первую в своей жизни. Обратная связь была от женщины в возрасте. Она пришла и сказала, вы знаете, я взяла ночь Клеопатры, пришла вот, взяла чуть-чуть буквально, пришла домой. Ко мне так редко приезжают мои дети. Я пришла, вот они приехали в гости. Мы сели с этим чаем вместе, попили ночью чай, поужинали. И так было душевно, и так это нас вернуло в какое-то лето, детство моих детей, летний сад цветущий. И это так прекрасно, спасибо вам за то, что вы делаете эту работу, сказала эта женщина. И меня это подкупило, но совсем. Я поняла, что это не возрода женщина. Подусловная женщина. Всем говорят такие подусловные женщины. Очень Клеопатры, запомните эту название. Да, есть сейчас чай. Есть? Да. Да. Я помню, там было все красиво, кусочки аминанса. Спасибо. Вот, обратная связь. На тот момент ты пила чай, ты пила? Ну, мы приходили к Лене, естественно, она там, а, она сделала динестат, не пила, она что-то кому-то давала попробовать. Она раздаривала часть чая, просто пасуя его по 5-10 грамм людям, проходящим мимо. Лишь бы они просто пришли дома, попробовали, познакомились с тем, что такое вообще есть, и вернулись. Так, 16 лет назад на Урале, ну, в Челябинске этого не было. Может быть, в Москве, в Санкт-Петербурге это было, у вас уже были чайные клубы. Ну, два на Питер было, два. Но там люди тоже с такими глазами смотрели, что это такое. Ну, у вас уже, наверное, глупые, а у нас и другие. Естественно. Закупали на землю, правда, ну, да. Так, так. Для тебя это перевернуло что-то? Ты захотела продавать этот продукт? Я захотела чаще слышать слова благодарности. И я поняла, что то, чем занимается моя сестра, это на самом деле штука, которая несет не просто кому-то что-то продать, а штука, которая является каким-то инструментом объединения и добра для кого-то другого. Т.е. я даже не то, чтобы слышать слова благодарности, я поняла чаще. Как приоритетично вы. Ладно, ладно, нечисто. Зато честно. Если на весьма рассказывать. Ну, это действительно так, чай это продукт, если он хорошего качества, даже если это плубника со сливками, но отличающее качество плубники со сливками, да, заявлено, это очень крутой продукт, потому что, действительно, он дарит радость людям. Почему? Нет, это здорово. Это не таблетки. Это не таблетки. А в Челяжинске другое, другие продукты более востребованные. В общем, я поняла, что на самом деле ничего страшного в том, чтобы продавать чай, нет, и в том, чтобы отпускать сестру почаще, тоже ничего страшного нет. Постепенно начали приходить абсолютно разные люди. Я втянулась в том, чтобы это всем предлагать, где-то пробуки давать бесплатно, где-то заваривать чай, угощать людей. Мне это начало нравиться. И то, чтобы начали появляться какие-то карманные расходы, хотя в студенчестве особо подработки не было. И настолько через где-то год, наверное, мне это все понравилось, что я сказала, Лен, вот у тебя было там 15 банок чая, сейчас уже 30, да, здорово. А давай мы где-нибудь еще откроем, вот у тебя будет своя точка, у меня будет своя точка. Только вот я двосуточно работать не готова, а я буду там брать себе пару муховей. Открыли еще одну точку, и Лена работала на своей, я работала на своей, но, как оказалось, нам обеим нужны выходные. И наш папа сказал, девочки, ну как же вы устаете, ну съездите куда-нибудь отдохнуть, я вас подмирую. Так, и следующий был ваш папа. Мне кажется, что пришла бабушка и сказала, я тут такой у вас чай купила. Я думаю, если это была та же самая мама. Так, и в общем, втянулся папа и затем втянулась мама. Мама втянулась намного позже, да, мама сейчас до сих пор в свой отдел в одном из районов нашего города. Мама у меня была врачом, и мама там начала говорить, а что вы говорите, что это вкусно? Это не просто вкусно, вы объясняете людям, что это еще и полезно, там вот травки, тут вот календула. Вот этим, 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 этим полезно. В общем, наша мама начала читать больше потравы и постепенно тоже. Мы говорим, мам, зачем тебе вот с врачом работать, пойдем к нам? Ну это было уже лет шесть спустя, и она действительно сейчас занимается чаем, очень любит свою работу. Мы все в этой теме, на первое время, когда вся семья ушла в тему чая, мы балдели от того, что у нас есть общий такой серьезный интерес. Мы открыли много отделов, у нас одно время было 8 магазинов по Челябинску, несколько магазинов по области. Потом мы поняли, что есть вечные проблемы с продавцами, с работниками, с контролем качества. И если ты человеку платишь, как Полина говорила, что люди просто приходят за свою зарплату посидеть в отделе и не интересуются, то есть не относятся к этому продукту как к чему-то действительно интересному, родному, а чисто за зарплату, это все не работает. Люди не возвращаются к тем, кто не живет нашей тематикой. Мы тогда начали сворачивать, потом долгое время у нас был магазин 3-4. В принципе, сейчас так и осталось, поменьше отделов, но мы уделяем им больше внимания. Так это работает лучше, чем делать целую сеть и иметь возможности самому везде находиться. Вся семья находится в этом бизнесе. Есть главный человек по документам и принимающие решения. Это Елена, я понимаю. То есть старшая сестра Тамара. И вот эта ситуация, даже если ее представить не в контексте чая, а просто с любым продуктом, или даже вот у вас есть семья, 4 человека, и вам нужно решить, например, куда вы поедете на выходные, и есть начальник, грубо говоря об этом. Вообще трудно принять решение, но когда еще есть один, кто как бы главный, остальные должны ему подчиняться, а эта семья ему вроде бы как направили, ну или родители там старше, ну то есть вы сами знаете, как это происходит в семье. Я не была в этой ситуации никогда. Расскажи, пожалуйста, как, каково это вообще работать с семьей, и здорово, что есть одна тема объединяющая, но это скорее относится к ожиданиям, опять же, но есть реальности. Когда Полина задавала мне первый раз этот вопрос, спросила, каково это работать с семьей, я говорю, и не поубивать друг друга. Это сложно, достаточно сложно, и не ругаться, как Таша сегодня говорила, потому что в любой тематике возникают разногласия. Всегда возникают разногласия, их надо как-то решать, и учитывая то, что руководитель нашего проекта – это моя старшая сестра, а получается, что родители работают на нее – нужно уметь оставаться и начальником, и дочерью. Это действительно сложно, и я восхищаюсь своей сестрой. А, это искусство. Это искусство, да. Я восхищаюсь своей сестрой в том, что она умеет держать этот баланс. Но при этом мы, как сестры, периодически ругались, и это давало нам возможность соблюдать гармонию и баланс в нашем, ну, теперь уже бизнесе. Тогда я начинала рассказывать, что у нас было 15 банок. Вот слева фотографии, девушки вообще вообще вакуручные. Такие молодые. Это было 13 лет назад, я скажу, а сюда 10 лет назад. Вы в итоге банок, помимо банок «Скупающиеся красавицы», стали ездить в Китай сами? Через какое-то время, да. Еще до того, как пришла бизнес наша мама, и до того, как мы открыли много отделов, моя сестра сказала, так, надо двигаться дальше, по-любому там что-то есть. В любом в Китае есть чай. Да, в Китае есть чай, где-то он есть еще. Из земляники. Хотя вот в Москве, землянику я увидела в Москве, может, я еще что-нибудь увижу, сказала, на, поехала сюда. Приехала с чайной доской, с чайбанью, приехала с набором посуды, с пуэром, с горящими глазами, начала рассказывать о том, что, представляешь, там столько всего. Я тебе такой пуэр привезла. Он выдерживает, он прям классный. Заварила меня и говорит, мы это будем продавать. Я попробовала, говорит, что она земля так пахнет, вообще что ли, рыба какая-то. Мы это продавать не будем, я это даже пить не буду, как это продавать. Ну, в общем, ну, как у нас все конфликты происходили? Она говорит, нет, будем. Я говорю, нет, не будем. И все-таки начальник принял решение, привез пуэр. Уже нормальный пуэр, а не рыбный. И тогда Челябинск узнал, что такое пуэр. Да, благодаря вам. Да, пуэр, улуны, чайные доски. Люди приходили и говорили, ой, что это такое. И начинали рассказывать, что это такое, как это заваривается. А в Китае есть такая традиция. А потом я поехала в Китай. Ты поехала? Да. Я первая поехала в Китай, совершенно спонтанно, случайно. И я вообще туда не собиралась, просто собралась туда я за неделю. У меня не было плана, что я когда-нибудь поеду. Полетели друзья, они прекрасно владели китайским, и я упала к ним на хвост. И как раз казалось, что они полетели на юг Китая. Я говорю, ребят, давайте несколько дней уделим поездкам по плантациям. Ну и на сегодняшний день ты являешься закупщиком. Ты посещаешь раздавалки Китая, закупаешь чай, выбираешь. В общем, вот эти все важные дела, помимо того, что мы пьем здорово вместе чай. Там да, это круто, здорово. Есть еще работа очень серьезная, когда начинается импортно-экспортная вот эта история. Это особенно сложно. Документы, ответственность. В общем, это следующий шаг, и Тамара специалист. Спасибо. А как, ну, изменились ли, директором остается Елена и решающая слово за ней? Конечно. У нас на камеру пишут, я не могу сказать. Сензура есть? Конечно, конечно. Елена руководитель, директор. Она тоже постоянно летает и на выставки в Китае. К большому сожалению, не получилось сюда приехать. Мы собираемся тоже вместе прилететь. Так, я просто сейчас посмотрю время, чтобы нам понимать, как у нас по времени. Ага. Тогда, Томас, сейчас мы перейдем к Ане. И еще, а потом мы такой, ну, вот еще девочки. Да, и с нами работаем Катерина. И у нас вообще прекрасный коллектив. Да, у нас вообще прекрасный коллектив. То есть, помимо того, что ты завариваешь чай, продаешь чай, делаешь закупки, развиваешь свой бизнес, обучаешь. На сегодняшний день мы обучаем людей. У нас есть чайная школа в Челябинске первая. Ну, и сегодня единственная просьба. Разные мероприятия, церемонии, наездные. Мы теперь всем практически коллективом путешествуем по Китаю. Совершенствуемся. Это остается приятным хобби и это продолжает быть обладным? Это остается не просто приятным хобби для меня. Изначально мечта была это путешествие. И теперь я совмещаю приятное с полезным. Да, в этих путешествиях приходится много работать. Делать не всегда то, что хочется. Ну, как и в любой работе. Но я имею возможность путешествовать. Тем более, когда я побывала в Китае впервые. Я ездила в разные страны, но возвращаться я хочу именно в Китае. Поэтому, да, это работа мечты. Для меня это работа мечты. Спасибо большое. Сейчас мы послушаем Аню. Потому что у нее тоже семейная история, но еще более интересная. Ну, в смысле не то, что твоя не интересная, а ее интересная. Мою историю можно рассказывать часа четыре. Надо я так повернуть. Это потом. У нее интересна в том история, что компания «Анки Чай» открылась очень давно. Но когда? Когда открылась компания? О, это слишком много. Когда еще цифру не придумали, но… Ты понимаешь, Сергей Мстиславский? В 2005 год. Какой? В 2005 год. Сергей, вы все знаете. В 2005 год. Сергей Мстиславский открыл компанию. Это папа, Аня. И, по сути, Аня выросла в чайном бизнесе. То есть, никогда не думала этим заниматься. Я немножко расскажу, да. Просто так случилось, что папа начал, папа работал, ты это делал. У меня папа работал в газете, печатал статьи. Я ходила к нему на печатную машину, печатала контакт. И для меня это было нормально. А у тебя папа занимался чаем? Были чайные клубы, магазины? Ты, ну, наверняка посещала, росла. И как это было вообще? Ну, вообще я пила пакетики. Это была позиция принципиальная? Нет, нет. Просто я всю жизнь занималась не чаем и даже не востоком. У меня образование переводчика с английского, испанского и французского. То есть, я учила китайский. Ну, давайте сначала. Когда был чайный клуб East, и папа там работал, я туда приходила. Но меня немного то место пугало. Вот. Я там любила играть в го, и мне нравился чай. И первую работу мне дали там, на самом деле. Я была кипятильщиком воды. Я кипятила воду на одной из выставок и таскала вот это. И все такие говорили. Ай, нет, ну дождь. Я говорю, ну это же работа, у вас же закончилась. Ну да, надо срочно воду. Я бегала, значит, кипятила воду. А потом мне было некогда этим заниматься, потому что я училась много. И еще у меня там была музыкальная школа. В общем. Подожди. Прежде чем выбрать университет, тебя отчаянный мир не забрят. Меня пытались. И потом, когда я была в 10-м классе, я поехала на месяц в Китай. И там жила и училась в университете. На курсы ходила. Это было примерно так. Я не знаю честно, как меня там понимали. Понятия не имею, как я там выжила. И вообще не знаю, как я умудрялась все это делать. Потому что я выехала оттуда без знаний китайского языка. А любовь к Китаю сложилась? Не было никакой любви, абсолютно. А любви к чаю? Ну, чай вкусный. Ну, то есть для меня это было просто вкусно. Я всегда увлекалась вкусной едой, вкусными напитками. То есть для меня это было вкусно. Ну и вообще нормальность. Твой папа занимается. У тебя дома мешки чая, там наверняка. Который. Но я пила Кринфилд, пойми меня. Я пила Кринфилд. Ну, то есть это просто вот у меня, по сути, на самом деле мой папа герой. Потому что он мудрился сквозь то, что там моя мама пьет кофе, да, бабушка с дедушкой. Бабушку я посадила год назад, наверное, на чай. Теперь она не может без него. Говорит, Таня, у нас чай заканчивается срочно, срочно нужно. Ну, то есть мне удалось это спустя очень много лет. Подожди, подожди. Ты не сложилась с любви, не хотелось работать. Никак ничего не было. Китайский бюкваул. Китайский бюкваул. Китай. Ну, нет. В Китае мне понравилось в том смысле, что мне очень понравилось, насколько коммунно там живут. То есть там ты выходишь на улицу, и люди улыбаются. Мне это был шок. Это такое, фига себе. То есть улыбаться – это нормально. Приставать к чужим людям, играть в волейбол, в бадминтон – это тоже нормально. Есть голубей – это нормально. И куча всяких таких вещей, которые… Но это не то, что, знаешь, прям поселиться там. Ну, то есть я не путаю туризм с ПМЖ. Это был туризм все-таки больше, чем ПМЖ. Так. Тебя звали работать в клуб? Нет. Меня не звал никто работать. У меня был план. В одиннадцатом классе я готовилась к поступлению в ССА в основном. И заодно подавала документы в другие вузы. Но ССА у нас не сложилось по разным причинам. Это отдельная супердолгая история. Поэтому я пошла в институт МГЛУ, называется. Среди местных называется МГЛА. Учиться на переводчика. Но не китайского языка. Не китайского языка. Я пыталась в китайскую группу попасть. Мне сказали, что места звания. Я говорю, ну, дайте мне хоть что-нибудь. Ну, давайте испанский. Фиг с вами. И я отучилась там. Абсолютно далекое от Азии, на самом деле, место. Потому что много кто среди вас был в Китае. Так, ну где-то четверть. Даже меньше, чем четверть. Одна пятая. Это другой мир. Просто прямо на границе вам надо понять, это другой мир. Те, кто был, могут согласиться наверняка со мной. Там люди по-другому мыслят. Это даже видно в языке. Это переводчик вечно цепляется за язык. Смотрю на его структуру и понимаю, что мозги по-другому построены. Абсолютно у людей. Ни хорошо, ни плохо. Просто другие люди. Кому-то это очень близко, кому-то не так близко. И потом, когда я закончила вуз. Так случилось, что нас были, ну, в общем, не важно. Короче, меня взяли бухгалтерным кассиром. И взял меня туда не папа. Папа был собственником на тот момент. Но, как вы все знаете, в бизнесе, собственник не равно генеральный директор. и человек, ну, скажем так, человек просто делегирует круг каких-то полномочий другим лицам, и у нас было такое лицо, и она сказала, о, круто, Аня, ну, я там помогла решить пару вопросов, говорит, о, да ты просто гений, давай ты будешь у нас бухгалтерным пассивом. Я такая, о чём? Вы серьезно? Ну, замечательно, но это, если вы не знакомы, что это такое, это когда вам в чек выдают мучение, в магазине, и в конце смены закрывается этот отчёт, и потом вместе с ним идёт огромное количество бумажек, вот я занималась ими, не чай, мне кажется, что я всё время пока была в этой должности, я вообще не помнила, что такое чай, потому что мне было чем заняться, и параллельно я была преподавателем и национальных языков, то есть я три дня в неделю ходила на работу бухгалтерным кассиром, а всё остальное время преподавала, четыре дня, и параллельно я пошла в высшую школу экономики, потому что, ну, бухгалтер-кассир должен хоть как-то понимать бухгалтерии. Я пошла на курс бухгалтерского административного и финансового учёта. Сейчас все подумают, вот это да, у вас в чайном бизнесе. Я правой рукой буквально левое ухо чесала, вот, я пошла на курс, и там мне хоть объяснили, что такое бухгалтерия, напомнили, что такое математика и экономика, а я на минуточку гуманитарий, я закончила ИСТФАК, и я переборщик, я далека от цифр была на тот момент, но оказалось, что меня завораживают таблички Excel. Это целый мир, это великолепно. Вот прям потрясающе. Короче, я к ним залилась, и я составила финмодель нашей компании, и все дела, вот это всё. Этого для тебя никто не делал никакие... Ну, вот эта история про то, что чайный начинается как хобби, и люди не строят бизнес-план, это история, которая начиналась, я думаю, что у 90% тех, кто открывал случайный бизнес. Потому что это действительно любовь, к которой люди приходят, а почему не дарить эту любовь другим, и не думают о том, что при дарении любви, все забывают, что есть такая штука, как деньги, а деньги любят счёт. Этому меня научила Бэдди, потому что я её бухгалтер-кассир, надо было хоть чему-то меня научить. И потихоньку я начала вникать в другие сферы бизнеса, просто потому что мне стало скучно, я освоила полностью всё, я уже делала это закрытыми глазами, левой пяткой, и всё равно не было ошибок. Я пошла в соцсети, идя в соцсети, я поняла, что соцсети это, простите, чай пить надо, да, и знать о нём. И я начала стряхивать пыль со всех своих чайных знаний, и я до этого летом работала на выездных мероприятиях у нас в компании, ну, продавала чай, соответственно. Ну, то есть я знала о чай, на самом деле, то есть все эти мои шутки, они на самом деле я отпуска проводила так, ну, не отпуск, а школьные, студенческие каникулы. То есть это был такой способ подработки, и чай таким образом, на самом деле, внедрился в мою жизнь, и пакетики ушли из него на долгое время. Вот, и я начала пить чай дома, что для меня было странным, потому что я дома обычно пила воду, ну, то есть для меня не было этого прийти с работы и так, попить чайку, поэтому я очень хорошо понимаю людей, которые только приходят первый раз в магазин, и такие, что, бывает много видов, вы что, издеваетесь? Я говорю, вот, вся полочка, нифига себе, и что, как выбирать, ну, и так далее. То есть это мне знакомая история, потому что я с этой знакомой, ну, у меня примерно так же было. Вот. Ну, а потом потихонечку я теперь руководитель закупщик с этого года. Да подожди, подожди. Свернула так. Это, ну, три точки в Москве, одна в Питере, как бы, да, ты была бухгалтером-кассиром, а потом составила план коммерческий, а потом ты как-то раз и руководитель всего. Это называется «подсидеть». Есть бизнес, это такая супер-супер-тема, значит, «подсидеть» — это когда ты приходишь в начале и говоришь, вот этот дурак, его надо уволить. И в начале говорят, и кто же будет вместо него? И ты говоришь, «эээ, я». Ну, я вообще не понимаю, как-то… Ну, мы же и сейчас без сенопизма, да, общаемся? Ну, это реалии жизни. Ну, то есть, если ты указываешь, что человек, там, какой-то, с твоей точки зрения, некомпетентен, это равно ты говоришь, что ты лучше. И надо доказывать. И, соответственно, это каждый день я сталкиваюсь с тем, что я учу новое. Вот сейчас я к вам пришла с обучения в армянскому делу. Вот. То есть, вот я вчера сдала выпускной, ну, как, полувыпускной. У-у-у-у, да, я могу заводить коктейль медленно, но вкусно. Быстро делают на втором обучении, но я не смогу туда попасть. Поэтому очень медленно, но вкусно. Теперь ты директор, по сути. Ну, по сути, покупатель. Ты занимаешься закупками чая для огромных компаний. Да, с этого года. Это одна из крупнейших компаний на российском рынке. Ну, да. Это и опыт, и розница, и... Нет, никакой не крупный, не самая крупная. Так, ну, ладно. Ну, спешл-ти сегмента, возможно, да. Возможно, да. Папа твой продолжает работать в компании, что-то делает, но... Он мне помогает в основном, то есть он перешел на, как-то, личное консультирование. Да. А как вот эти отношения у вас семейные? Вот Том рассказывал, да, семья и бизнес, и вопросы, как решаются? Решающее слово за такой? Да. Ну, мы с ним поговорили, и я говорю, я как бы не против того, чтобы он принимал решение. Но мы решили, что я просто буду к нему приходить, прислушиваться к его мнению и выносить какое-то, значит, мнение. А как он по-своему? Ну, и, да. Ну, ты реально в этом отношении, видимо. Видимо, так. Да, я шучу, как-то типа шучу, но на самом деле, ну да, почему нет? Один руководитель, это хорошо, да. Так, еще одна у меня была фотка про тебя. А, нет, она не про тебя. Ну, естественно, я не одна. То есть, первое, чему меня научили, это называется делегировать и не взваливать на себя все. Это полезная фраза. А вообще для тебя ожидания были? Ну, вот ты уже работала в структуре, ты уже была бухгалтером, написала коммерческий план, там, вот это все. И у тебя были представления о том, как все это работает, да? Когда ты встала на точку руководителя, что поменялось для тебя? Как поменялись ли отношения с людьми, работающими? Это, как бы, давайте я тебя сначала скажу, мне стало намного интереснее и в сотни раз сложнее. То есть, интересно, потому что это такая суперзадача, которую надо решить. Это вам не табличка и цель, которая все за нас посчитает, надо только цифры ввести и формулу грамотную составить. Но это интереснее, потому что это люди, то есть я работаю, и я смеялась, что я социофон, поэтому я ушла из чайного клуба. Я была некоторое время руководителем чайного клуба у нас на Барикаде, собственно, это была последняя ступень до руководителя компании. И там меня пугало количество народу, то есть я там зову мероприятие, записалось три человека, приходят девятнадцать, и у меня такое, кто вас их позвал? О нет, что же делать? Вот, а тут я думаю, ну окей, я как бы руководитель, у меня есть прямых подчиненных, ну там, четыре человека, например. Но с каждым из них взаимодействия в сотни раз больше, чем с этими девятнадцатью, которые приходят на предприятия. То есть, я, ну, мне приходится меняться с огромной скоростью, менять свою жизненную позицию, как-то переоценка постоянная происходит. Потому что, там, я три года назад не смогла бы делать все то, что я делаю сейчас. Поэтому приходится, я так себя вспоминаю, что бы я делала год назад, ох, мать, все лучше не вспоминать. Вот. Теперь ты занимаешься закупкой еще, ты ездишь в Китай, получаешь контракт. Да, кстати, это супер история о том, как я попала в Китай в прошлом году. Я поехала на предварительную закупку. То есть, типа, я такая думаю, ой, февраль, надо закупать, подъезжаюсь и отдыхаю. Ну, ну, не случилось. Не, до следующий раз. Мне, я нашла свою любовь к Китаю. Не, в том плане, что я поняла, что это не место, где бы я хотела жить, но это место, которым я буду всегда восхищаться. Тем, что они сделали, потому что с исторической точки зрения, с культурной точки зрения, со всех точек зрения, это какой-то офигительно необычный кейс. Эти ребята живут в НЭПе. Мы смогли, сколько мы лет продержались в этой позиции. Ну, то есть, у них коммунизм с рыночными отношениями. Это безумие. Это, это, это безумие. Это, как бы, вообще в голове сильно плохо укладывается. Это ребята, которые первыми, ну, очень рано начали торговать. То есть, у них торговые и рыночные отношения выстроились тогда, когда Европе даже не снилось, что это такое. Но они в коммунизме и с рынком. И, причем, у них есть еще куча всяких разных сельскохозяйственных экспериментальных площадок торговых отношений. И я такая думаю, да, боже, это просто невероятные люди. А теперь я еще учу китайский, и ребята, у них нет глагола. У них нет такого понятия. То есть, я пытаюсь глагол взять и применить его. Ну, то есть, вот эта ситуация, вот эта ситуация, вот эта ситуация. Я говорю, не, ну, слушайте, лучше просто отказаться от этого понятия, чем пытаться запомнить, когда это слово глагол, когда оно существительное, когда оно еще что-то. Давайте я просто откажусь от этого. Так, подожди, давай про их не будем, давай ожидание реальность. И, соответственно, я ожидала, что это будет катастрофа, ну, то есть, что я это, скорее всего, брошу там через неделю и сбегу с визгом во что-нибудь другое, более привычное. Потом я съездила в Китай и поняла, что, и я вдохновилась там. И я увидела, что, во-первых, почему-то у меня до этого, кстати, было всегда, я не знаю, наверное, это у нас такая среда, в Москве, я не знаю. Там мне всегда казалось, что твой конкурент – это твой враг, и не дай Боже тебе к нему сходить вообще в магазин и что-то посмотреть. А там я такая посмотрела, как они это делают. У них конкурент – это вообще не конкурент, это твой друг, лучший товарищ, помощник и тот человек, с которым надо не просто дружить, а надо крепко дружить. Потому что вы тогда вместе сможете сделать сотни нас больше, чем по отдельности. И я такая приезжаю сюда и думаю, и что я делаю? Ну-ка, в общем, я иду на Тиммастерскап. То есть я ни разу здесь никогда не была. И такая прихожу и смотрю – опа! Ну, то есть для меня открывается каждый раз какой-то новый мир, и я с огромными глазами на него смотрю и радуюсь. Вот с пакетиком хожу. Подожди. Вернулась к пакетикам. Это специальный пакетик, потому что он поэр очень крутой. Здравия, это какая-то варюшная. А твоя, ну, любовь к чаю, назовем так, да? Если изначально ее не было, ты начала заниматься этим чаем. Ну, так, да, еще раз. Можно сказать, что она, наоборот, растет, укрепляется? Или что с ним происходит, когда ты занимаешься вот так уже серьезным бизнесом? Что с душевностью чайной? Ну, случилось, случился симбиоз. Ну, то есть это я не могу сказать, что конкретный чай – это дело моей жизни, и что я не смогу работать больше нигде и чувствовать себя счастливой больше нигде, кроме чая. Такого нет. Но вот неделю я была на этих курсах, и там не было нормального, ну, как, привычного для меня нормального чая. Ну, и что я сделала? Я взяла гайвань, взяла чай, понесла его туда. И всех бормонов напоила чай. Да, именно это произошло. Подарила еще чай, еще кому-то, и тут я такая за собой. Походу я действую, как все эти люди, которые называют себя чайной. Да, да, да. Кажется, кажется, что-то… Но гайвань в итоге осталась дома, потому что я там приспособила пару местных приспособлений, и сделала свой нано-чайник. Так, смотрите, теперь я хочу задать некоторые вопросы, и вы тоже, если у вас появились вопросы, задавайте, и мы будем плавно как-то, да, подводить итоги. Я подведу такой итог. Красивая картинка. Чай, каким бы прекрасным хобби он ни был, когда вы начинаете заниматься бизнесом, приходится работать. Какой бы формат вы ни выбрали, микроинтернет-магазин, начальной студии, большого семейного бизнеса, в любом случае это работа, и работа, ну, реально тяжелая, сложная, как и другие специализации. И в чем-то это более ранимое положение, потому что ты очень близко к сердцу берешь свой продукт, и для тебя любая негативная его оценка, твоих действий, твоего продукта переживаются в сотни раз. Хуже, потому что ты принимаешь это близко к сердцу. Ну, потому что по любви изначально, да? И работать приходится. Но как мы видим, женщины справляются с этим бизнесом? Отлично. В абсолютно разных кипостасиях, и как и мужчины тоже. Это открытие скорее для нас, для всех. И мы познакомились на выставке уже, мы познакомились с другими девочками. Ирина из Курска имеет свой бизнес. Тут еще девочки есть очень мало. Это тоже для нас было, для самих, для себя важно. И вот эта поддержка, которую мы можем друг другу давать, комьюнити, оно есть, и это тоже круто. И следующий вопрос, собственно, можем ли мы что-то выделить, какие-то черты, которые именно женщины приносят чайный бизнес? Я поставила красивую картинку неспроста, потому что, на мой взгляд, это красота. Умение выбирать какие-то гармоничные вещи, максимально красивые, от оформления продукта, от оформления клуба, от оформления, ну, чего бы то ни было, делать это не только верно, стратегически, с точки зрения маркетинга, да, всегда есть там маркетологи, дизайнеры, которые нам что-то рекомендуют, но и делать это как-то вот из своей любви к чаю, именно по-женскому, интуитивно, в чем-то, да. И к вам тоже такой вопрос. Давайте попробуем ответить что-нибудь. Могут ли женщины принести что-то свое, такое именно в чайную индустрию? А, а? У меня. Ну, чувствуешь, да, хочу сказать. Ой, я пишу, микрофон, держишь. На самом деле, мужчины больше развиваются в чае горизонтально. Они захватывают, как добытчики, они захватывают территорию, открывают франшизы, открывают много магазинов, нанимают персонал. Они на кого не напекают, ну? Я вообще не напекаю, абсолютно совершенно. В свою очередь, девушки, по крайней мере, те девушки, которых я знаю, и это касается, ну, именно, я говорю, от чайной бизнес, они более внимательны к мелочам в каком-то одном пространстве. Если у нас есть чайный клуб, там все должно быть идеально, там все должно быть красиво, все должно быть уютно. И эта задача женщины, в принципе, не только на работе, а изначально дома, то есть это природа женщины. А это тоже задача, чтобы сказать, ты думаешь, посуду делаешь уют, а ты рубишь уголь, да? А просто это на свойстве в нашей природе. Мы более внимательны к мелочам, и из этих мелочей складывается общая картина, и она достаточно гармонична. Бывают, конечно же, исключения. Бывают чайные, которые ведут владельца мужчины, и я так в жизни не сделала. Я знаю, что я, наверное, смогу, но для меня вот эта последняя штука, я тут только недавно начала что-то вот это вот как-то осваиваться, и так я думаю, давайте-ка я сошью полотно, потому что мне лень его везти из Китая. Вот, вот, она тебя накрывает. Да, у меня есть машинка, представляете? Хорошо. То есть мы берем что-то одно, и более тщательно мы устраиваем этот бизнес вертикально. А мужчины, они больше за стратегию. Да, за стратегию, за развитие. Ну, понятно, что здесь есть исключения. И хорошо, когда в любой сфере бизнес есть и то, и другое, потому что если бы не было развития по горизонтали, собственно, было бы очень мало магазинов, и как бы мало бы людей пила чай, и для индустрии это тоже было бы плохо. Поэтому классно, что все могут работать у нас, и женщины, и мужчины. Да, конечно. На мой взгляд, женщины приносят чай в душу. Они это делают с душой, и мужчинам действительно стоит уже этого поучить. Потому что, ну, в каком смысле? Что за сексизм? У вас нет микрофона, у вас нет микрофона. Подождите. Она выскажет, что она с волшкой или... Нет, потому что у меня нет. Очень хорошо. Я не хочу нивелировать доски мужчин, потому что простроить стратегию действительно круто. Порой заварить чай может действительно только мужчина. Ну, я думаю, что женщина может по-другому, но тоже очень круто заварить чай, что это раскроет, вдохновит кого-то, не знаю, откроет какие-то новые взгляды на этот мир, но только на чайный мир. Поэтому я твердо буду стоять, несмотря на то, что я связала микрофон, что женщина все-таки приносит... Не работает. Приносит... Ну, тоже просто проста. Это не случайно. Что женщина приносит туда душу. И еще один важный такой момент, на мой взгляд. Женщина приносит в этот мир настоящность. То есть она не соревнуется. Она действительно обустраивает какое-то свое чайное пространство. Она обустраивает свой чайный дом. Я таскаю туда цветочки, утаскиваю их обратно, там чебаньки меняю местами, как-то тут дерево какое-то надо по цвету тут соотнести со столом. И это безусловно важно. Я понимаю, я не прострою там какую-то стратегию в плане бизнеса, еще чего-то. Мне просто будет нечем платить аренду этого помещения, куда я таскаю свои цветочки и кайфую. Вот. Поэтому я как-то стараюсь просто грани ловить. И когда мне есть возможность потаскать цветочки, я таскаю цветочки, закупаю самую-самую красивую посуду, еще ее расставляю, как это сделать. Вот. Ну, когда нужно включить другие качества, я включаю другие качества. Поэтому, в общем-то, начала я иногда говорила про настоящность. Потому что мужчины, они, безусловно, все-таки чаще всего они соревнуются. И для них это нестинк реальный бизнес. И когда приходит туда женщина, которой, ну, действительно важно быть настоящей, нести что-то туда такое ценное. Вот. Я думаю, что мужчинам тоже стоит иногда заразиться этим немножко. Мне кажется, я мужик. У меня обратное мнение вообще получается. Извините, конечно. Я просто, мне кажется, что, ну, у нас вот пятеро девушек, и мы супер разные, и мне кажется, что важно, вот для меня, например, было открытием, потому что у нас так много. Я вытрую полину узнала. Вот. Мне кажется, что приносит женщина в чайный бизнес, самое простое, это то, что она, ну, как бы, те люди... Вот вы посмотрите, девушки, посмотрите. Мы можем. Это все, что на самом деле надо, потому что все остальное, вот эти гендерные форматы, это такая... Больше вопрос по социуму, про воспитание, про характер. То есть, например, мне в моем характере вот это. Это не мое. Я, я, ну, то есть, я когда вижу конкурента, меня аж прям, надо срочно лучше. То есть, я, я просто не могу восстановиться, и я как раз недавно поняла для себя, почему я никогда в жизни не участвовала в конкурсах. Потому что я ненавижу, меня это прям бесит. Но когда я выиграла, я такая, о... Ну, так и должно было случиться. Нет, нет, корона такая, а потом я такая думаю, стоп, подождите, там, кажется, еще какой-то конкурс. Поэтому их просто легче не участвовать, потому что иначе, иначе, мне кажется, невозможно остановиться абсолютно. Ну, по крайней мере, в моем характере. Поэтому, с моей точки зрения, это, это такая история про то, что вот я как девочка, наверное, когда вижу девочек, которые занимаются чем-то, и достигают чего-то, и они в чем-то первые. И это для меня не первые среди мужчин, я имею в виду, или среди женщин, а просто вот они могут сделать круто. Для меня, как девочки, это как бы ближе к примеру, чем когда я вижу мужчину, которому первому круто. Потому что, все равно, кроме социальных каких-то вещей, у нас есть просто чисто физиологическая разница, и, ну, как-то, мне инклютивно, немножко проще. когда я вижу девушку, я такая, как клево. Когда я вижу мужчин, я говорю, так, надо выйти лучше. Я не знаю, почему. Но это, пока такое, но мы говорим через год, да? Как я говорила, меняемся мы быстро все, поэтому, да. А минуту назад был конкурент? Я? Да, да, но это, нет, 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 но, подожди, стоп, но одно другому не мешает. Это как Полина рассказывала, что на тематическом мировом они все конкуренты, они все церемонуются за первый главный приз. Я уверена, что, Полина, тебе третьего места хватило? Ну, как бы, а какие варианты? Поехать и занять первое. Нет, я за мой приз, а? Да, ну, ладно, мне бы не хватило. Нет, это очень большое нервное напряжение, очень большие трудовые затраты. Ну, окей, тем не менее, не хватило. Ну, тем не менее, ты говорила, что мы помогали друг другу. Мы помогали друг другу. Конечно, то же самое во всем корпусе. И драк не было, даже после того, как выдали награду, никто никого не побил. Вот абсолютно та же история. То есть меня учили в какой-то момент, что надо сравнивать себя с собой, а не себя с кем-то. Потому что, ну, в этом больше роста, на самом деле. Поэтому, да, конкуренто-друзья, конечно, ну, клипы, я помню. Я уверена, что это вполне здоровое, это самое. Дело это называется здоровая конкуренция, когда ты уважаешь, дружишь, и все хорошо. И это и есть, на самом деле, стремление, когда мы начинаем смотреть на других, мы видим какие-то крутые штуки, мы подходим, это классная штука, я хочу сделать круче, давай, ну-ка, сделай, а ты сделаешь, но это, на самом деле, кстати, очень сильно говорят, что это мужская тема, когда два друга на ночь начинают друг с другом спорить и лезть друг за друга на ветке лестницы. Да, 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 но это нормально, мне кажется, это вполне здоровая конкуренция, это не мешает им дружить, кстати. Да, подтверждаю. Мы с тобой делаем подкаст, нам это же мешает. Делаем чайный подкаст, мы его не успели выпустить к этому дню, потому что мы тормоза, но у нас уже готово все, записываем выпуск, подкаст будет называться «За чаем», он уже выйдет вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, и будет анонс в моем на канале, и я надеюсь, что вы послушаете его, уже записано 8 выпусков, но один уже готов абсолютно полностью. «За чайный подкаст» Да, да. Ну, там прикольно все, нормально, вот таким вот языком. Это была минутка рекламы. А теперь Наташе хочется еще что-то сказать, что девушки приносят в индустрию, есть версия. Да, я хотела продолжить немножко Анюну мысль. Девочки в бизнесе могут быть инфлюенсорами, да, правильно? То есть, да, то есть, такая история, мои клиенты, большая часть, это женщины. Женщины, они, то есть, к женщине, к женщине врачу идут. Женщины идут к женщине врачу, им комфортнее, например, каким-то. А у меня большие мужчины. То есть, я, чего хочу сказать, то есть, женщины, есть женщины, которые вдохновляют других женщин, да, вот такая вот история. Абсолютно, нет, абсолютно не мешает. Я, я к чему, это про целевую аудиторию, да, то есть, у, у тебя в любом случае, к твоим продавцам есть, кто-то, кто-то лично сидит. К девочкам ходит, да, кто-то ходит более комфортно с ребятами, например. То есть, я абсолютно за то, что все люди, все люди равны. Вот. Еще там 21 век. Да, и я вижу, что бывают мужчины очень душевные, очень любят, которые, вот эту вот всю красоту и композицию, которые без этого просто жить не могут, да, а есть девочки, которые как акулы настоящие, да, и это круто же. И когда нет границ каких-то, нет вот этих стереотипов, ты же девочка, почему это ты не в платице? Моя история. Как так? Ну вот, получается, что девушкам просто чаще не хватает структуры, бизнес-плана и вот этих вот вещей. Я знаю, огромное количество мужчин, у которых нет структуры и бизнес-плана. Нет, нет, я к тому, что просто, ну, это есть, а у мужчин там не хватает, была и того, а у каждого человека какие-то свои взорочки, и тут мы можем учиться друг у друга и становиться лучше. Давайте проявить сексиф, пожалуйста. Вообще нужно, но не нужно, да, не нужно, не нужно, мне кажется, именно то, что я девочка и я могу может я человек в первую очередь? Да, давайте так говорим. Женщина только. Женщина, короче, тяжелая тема. Тяжелая тема. возьми, пожалуйста. Чем дальше общество развивается, тем вот эти вот грани между мужчинами и женщинами они будут стираться. Будут люди, будут люди, которые нежные в душе, и ранимые, да, это может быть и мужчина, и женщина, да, и кто там еще, бывают. Да, в России нет, нет, Абрики к ним уже нет. Вот. То есть абсолютно спокойно к этому нужно относиться, и я думаю, что вот именно тренд на следующие там 10 лет уходить от какой-то жесткой брутальности или от вот этого вот ми-ми-ми, которая бесконечная, да, то есть вот я думаю, что это будет более актуально. Но в том же время очень круто, когда ты понимаешь, что ты девочка в татуировках ездишь на пайке и крутая и все такое прочее, да, ты можешь прийти домой, и у тебя там кошечка, что, лягушечки, цветочки, и вот вот там ты такая, да, нет границ вообще. Если вопрос неожидан, уехали, нет, ты завариваешь нежнейшим образом чай, это же офигенно, мне кажется. какая-то эротическая фантазия. Я в тенепротиве покажу сексу. Моя. Есть ли какие-то вопросы у вас по претензии в письменном виде можно предъявлять? Чай без снобизма. Наташа еще на правах спики расскажет. Может быть, как психолога сейчас больше скажу, не как чайный мастер, просто наблюдая всех нас таких разных, могу сказать, что я просто лечу людей, которые ко мне приходят, лечу женщин, которые приходят, вот именно страдая от того, что они слифнуются с мужчинами очень сильно и много. И очень много болезней в физическом плане в связи с этим возникает. И я все-таки, наверное, знаете, в контексте нашей темы хочу, может быть, призвать, может быть, просто как-то попросить задуматься о том, что все-таки женщины, они женщины тоже зачем-то, мужчины, они тоже мужчины зачем-то. И у природы, наверное, на всех есть свой план. И самое важное, в общем-то, слышать вот этот план природы, тенденции зачастую в современном мире это можно сравнить с тем, что написано на заборе. В общем-то, если читать и исследовать то, что написано на заборе, можно туда и уйти. Поэтому как-то все-таки хочется, чтобы женщины оставались женщинами, безусловно, сильными женщинами в каком-то аспекте, безусловно, акулами в каком-то аспекте, потому что в каждой женщине есть акула, но не забывали, что они женщины и тоже с цветочками, как Наташа заказала, тоже другими. Как-то вот очень захотелось добавить. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вопрос есть какой-то? Да. Да, спасибо на самом деле большое. Очень интересная встреча. Знаете, я хотела спросить следующее. Вот вы здесь собрались как представители разных сфер индустрии. Кто-то обучает чаю, кто-то там, допустим, продает чай, закупает его в Китае. Мне вот не хватило сегодня человека, который занимался выращиванием чая. Вот вы как люди, я Александра видела, но интересно, вот с точки зрения женщин, вот вы как люди, которые посещали чайные страны, Китай в основном, видели ли, возможно, в Китае кого-то, кто-то вот именно женщины драйвирует тему именно выращивания с точки зрения женского подхода. Был ли такое? Меня тоже это интересовало, и я спрашивала об этом в Китае, потому что хотелось бы иметь сферплантацию и маленький чайный заводик. И да, я нашла такие варианты. Есть женщины-технологи, которые готовят утесные улу, там Аня работает с таким поставщиком, например. Ну, чай-то мы пили ее уже, чай классный. Есть женщины, ну, фермеры, то есть в Китае такая, да, ситуация, что мы там раздали землю, она есть, и бывает такое, что женщины этим занимаются. по-трохе. Цитата от моего папы, не от меня, потому что я в бизнесе с Китаем только начинаю, и что я там увидела, там сейчас серьезный матриархат. то есть такого не было, но сейчас женщины там очень часто такие прям бизнес-мумен очень серьезные, и при том они умудряются, как Наташа говорит, оставаться женщинами. Это просто невероятно, меня это какой-то... То есть, ты видишь, такое обычно, самое смешное, что такие битбоссы, которые у меня встречаются, они достаточно низенького роста и стильные достаточно, я не знаю, как это происходит вообще. В общем, выходит такая женщина, невысокого роста такая вся, изящная, худенькая, когда заходит так, садится, здравствуйте, и оказывается, что это директор корпорации, которая занимается выращиванием чая и других сельскохозяйственных продуктов. Это частная корпорация, и она ее директор. И она рулит всеми ими. И все ей так только кланяются и ходят на цыпочках вокруг, а она при этом, она при этом, заметьте, значит, ухаживает за мной, там что-то, что-то там, ой-ой-ой, у вас там что-то упало, что-то там случилось, там красоту наводит везде, так ходит, так, и вот эти эфиры такая, я все ждала момента, когда она так это отвезла, я сказала, ничего этого не было, ну то есть вообще ничего. И как они это делают, вот у меня есть знакомая, подруга моего отца и подруга нашей СМИ, она вот такая, она ведет два бизнеса, у нее двое мальчиков-детей, и она вся такая суперактивная, невероятная, у нее все там, все как бы четко работают, никаких проблем, косяков нет, и при этом она абсолютно девочка-девочка, то есть, ой, маникюр, в общем, для меня это пока что только, пожалуй, высота какая-то. Ну, в общем, да, в Китае очень много женщинчайной индустрии и на заводах работают, там тоже завод Хайвань, да, по-моему, и... А, завод Хайвань? Глубай. Завод Хайвань управляет дочь, женщина, дочь Зоу Генляна. Вот так. С краснодарским чаем это долгая отдельная история, сейчас мы, к сожалению, не сможем ответить. Ну, он есть, он есть краснодарский чай, он есть с больших фабрик, он есть семейных хозяйствах, в общем, он есть, его мало. Он, ну, в общем, это долгая отдельная тема, к сожалению, сейчас мы не сможем вам рассказать, но, да. Мы вынуждены заканчивать... Чай без снобизма у нас. Да, чай без снобизма. Пару слов хочу просто буквально сказать. Там параллельно, кстати, где-то идет чайный пейлинг, то есть чайная композиция закончилась. Представляете, вот мы все сидим тут в зале и у нас своя прекрасная чайная композиция из прекрасных девушек, для меня это было интересно сюда прийти и посмотреть, что же такое женский условно бизнес, но на самом деле это было открытием, то, что вы все настолько разные, то есть разные в манере общения, разные в внешнем виде, в одежде, начинают платье, заканчивая кроссовками, биджатами и так далее. То есть это все ну вот прям очень здорово, что сейчас как-либо не слышно. Разнообразие? Да, разнообразие. Именно, да, то есть я шутил, что еще сюда не хватает афроамериканцев окея посадить, ну, для того, но тем не менее, вот мне кажется, наша сегодняшняя встреча была про разное, про различия, про различия людей в бизнесе, неважно, от пола, от гендера, про различия, различные пути каждого из нас, каждого человека, который пришел ну вот как-то по сходу. В бизнесе это тоже за это спасибо. Спасибо. А про тему ожидания и реальность как ты считаешь, у нас витилия? Прочайно. Не особо. Я понял, что есть, например, дочка Дзоу Бинля, дочка Дзоу Бинля есть, дочь Мстиславского есть, соответственно, Наталья, которая посоветовала отчасти Дениса или еще другого своего учителя тоже пошла в чай. Или есть партнер и так далее. То есть за каждой успешной женщиной стоит сильный мужчина. Я как хочу, так и вижу. Хорошо, спасибо за обратную связь. Спасибо вам за эти различия. Спасибо. большое спасибо вам, что вы пришли и выдержали эту достаточно долгую беседу. И нам было немножко волнительно, особенно Томи. Мы мусоряемся. Спасибо, девочки, это было круто. И обнимаемся, фотографируемся, и все такое. И просто такая загадка, кто же стоит с Болиной Садаром. И заканчиваем нашу встречу. Ну, вы нас на инстаграм. Подписывайтесь на инстаграм.